Особое мнение на 101FM 13.05. В Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня Мария Кожевникова, а напротив меня президент, так, управляющий партнер международной юридической компании «Кассины партнеры», президент Кировского регионального общественного фонда поддержки предпринимательства «Содействие» Олег Кассин. Олег, добрый день. Олег, ну, начала я, правда, с того, что вы управляющий партнер международной юридической компании, но я к этому снова вернусь, потому что сегодня День юриста. Я хочу поздравить вас, поздравить всех, кто связан с этой профессией в нашем регионе. Да, благодарю вас. Очень приятно слышать ваши поздравления. И хотел бы тоже, в свою очередь, поздравить и своих коллег по цеху юристов Кировской области с этим замечательным днем. И, знаете, есть такая, ну, пословица, не пословица, но бытование, что у юриста работа интересная, но тяжелая, поэтому мы все веселые и злые. Так что, коллеги, ну, больше вам успешных дел и терпения, и веселья. И вот на этой прекрасной ноте, на том, что работа юристов тяжелая, но интересная, мы переходим к тому, что интересный период начинается в работе наших правоохранительных органов и вообще всех кировчан, потому что, ну, не каждый день задерживают у нас. И вообще в Кировской области ни разу не задерживали, по-моему, да, бывшего главу города, бывшего спикера ОЗС, бывшего секретаря рекотделения партии «Единая Россия», генерал-майора, ну, в данном случае Владимира Быкова. Да. Событие, которое мы не можем оставить в стороне, которое мы обсуждаем сейчас с многими нашими спикерами, и с вами, в том числе, Олег, я хочу его обсудить. Неординарное событие, а своевременное ли? Как сказал однажды в нашем эфире депутат Гордома Денис Ерохин, Быкову уже выходить бы пора, а он еще не сидит, сказал Денис. Вот вы как считаете? Да, Денис Ерохин абсолютно прав, но дело в том, что система работает таким образом, и я вас уверяю в отношении не только Быкова, но и более рядовых жуликов, таким образом, что долго-долго совершается и длится преступление, правоохранительная система разгоняется, собирает доказательства, наблюдает, анализирует, и только после этого, когда уже нанесен огромный ущерб, задерживают, арестовывают, вносят приговор. И, кстати говоря, приговор еще не вынесен. Это еще только начало. Да, у Быкова есть все возможности избежать обвинительного приговора. А вы как считаете? Реально такой возможности воспользоваться в его ситуации? Вы знаете, я думаю, 50 на 50. Либо да, либо нет. А с чем это связано, может быть? Я не видел материалов дела. Я не знаю, в принципе, на чем основывается обвинение. Ну и прогнозы делать в этом случае мне было бы не с руки, как минимум. Но мне кажется, вот точно 50 на 50. Либо докажут вину, либо не докажут. В этом случае 50 на 50, да? Там докажут, не докажут. А вот еще с других сторон посмотрим на это дело, да, как события будут развиваться. Вот многие предрекают, что задержание Быкова, оно понесет за собой и другие задержания, другие уголовные дела там в отношении других чиновников, в отношении других муниципальных организаций. Вот вам, как кажется, вот в этом направлении что будет? Безусловно. Ведь мы знаем с вами и видели уже, что предшествовало аресту Быкова. Тоже уголовные дела, тоже задержания, обыски, выемки документов. В этом случае будет то же самое. После того, как Быков начнет говорить, а я думаю, он начнет говорить, то в любом случае полетят и другие шапки, как говорят в народе. Есть какие-то предположения? Абсолютно никаких. Я в этой схеме не участвовал, в данные конкретные, поэтому не могу даже ничего предполагать. Хотя лично, конечно, знаком и получал из рук Быкова и грамоты, и благодарственные письма. Но это было все связано с пробона, работой ради общественного блага. Вы сказали, что вот уже дела были, да, и уже было начало. Вот вообще, смотрите, интересно просто, если проследить за тем, как все происходило. Задержали его в пятницу, как мы понимаем, в пятницу утром, причем накануне. Леонид Ефаркин был, как это правильно сказать, не оправдан, наверное. То есть с него было снято обвинение. Часть обвинения. Часть обвинения. Вот в частности, как раз по делу Парка Победы, да, по земле в Парке Победы. В пятницу, в день задержания, то есть утром задержали, после обеда в суде в Первомайском зачитывались показания фигурантов дела ЦДС. И вот там, наконец-то, всплыла уже по-настоящему фамилия, имя Владимира Быкова. Там полностью рассказали, какое отношение вообще он имеет к этим махинациям. Вот как вы считаете, вот это все вещи связанные или нет? Ну, безусловно. Тут даже нет другого мнения. Все эти мероприятия планировались заранее, по датам, по часам. Все это было, все эти роли были расписаны. Когда оглашать эти показания, что последует за этими показаниями. В любом случае существует четкий план, и он кем-то ведется, исполняется, и это нормальная практика. Это звенья одной цепи. То есть логично брать Быкова утром, а в обед открывать очередную его там в чем-то причастность, да? Да, конечно. Да. И, соответственно, это в любом случае так. Если бы это произошло раньше, то есть риск то, что Быков покинет пределы нашей любимой родины и скроется где-то за рубежом. Вот, кстати, а как вы считаете, почему не сбежал? Возраст уже не тот. И должность его настолько велика, и сам он фигура неординарная, как мы с вами говорили. Ну, извините, с такими погонами даже за границей не скроешься. И он это знает. А ощущения того, что тебя до конца, ты останешься чист, тебя не возьмут? Надежда в таких случаях у человека умирает последней. Человек всегда надеется до конца, что он избежит каких-либо негативных последствий. Хотя он знает, что он брал взятки, воровал, обманывал. Но, тем не менее, в любом случае человек всегда надеется, ну, это свойство любого человека, надеется, что он просто избежит наказания. Мне кажется, в этом случае надеется нет смысла. Нужно либо знать точно, что тебя кто-то покрывает, либо... А на что надеется? А в таких ситуациях, ведь тебе до последнего твои покровители, с которыми ты делился, которыми ты доверял, они будут тебе кивать головой, говорить, ничего-ничего, мы же тебя прикроем. То же самое обещалось и Дмитрию Никулину, и я так понимаю, господином Быковым. Потом карты друг его новые раскрыли. Совсем другая история. Потом Грузия, возвращение с повинной в родную Кировскую область. Ну, результат вы знаете. Еще хочу просто вернуться к датам, и тоже, я не знаю, может быть, вы на это с юридической точки зрения посмотрите. Я как обыватель просто это вижу, как журналист, которому на редакционную почту в один день приходят два письма. В одном письме нам следком сообщают о том, что Владимир Быков, который обвиняется в получении взятки в 7 миллионов 800 тысяч рублей, значит, отправлен, отпущен, можно, наверное, так назвать, под домашний арест. Второе письмо. Директор колледжа, Вятского железнодорожного колледжа, за взятку в 200 тысяч рублей, там некая техника Apple, которая ему была подарена, заключен под стражу. Мне кажется это или это действительно странно? Это традиция правовая, не скажу, что правовая, скажем так, традиция правоприменительная, когда в России садят за колосок на 5 лет строгого режима, а за воровство целых составов, ну, пожурят и взыскание по службе. К сожалению, так складывается правоприменительная практика, так не должно быть. Но вот в данном случае, вот, как это объяснить, вот, как это, как вы можете мне это объяснить, как это людям объяснить, почему вот в этой ситуации так произошло? Два момента, я вам расскажу технически и, ну, и как, наверное, обывательно это посмотреть. Технически просто у Быкова адвокаты сильнее. А с точки зрения обывателя, ну, вы понимаете, это же заслуженный человек, у него же воинское звание, ему лет-то побольше, и все это преподносится в суде таким образом, что он, в общем-то, не скроется, ему можно и домашний арест. А то ты помоложе, и терять-то ему меньше, и заслуг-то у него поменьше. Вот для суда это тоже очень важно. Когда суд принимает решение, да, он руководствуется там внутренним убеждением, но, тем не менее, есть факты, которые суд не может проигнорировать. Ну, это вот устройство нашего законодательства, когда ты можешь в любой ситуации повернуть... И арест Быкова стал возможен только после того, как он перестал быть, значит, руководителем областного законодательного собрания. Он вышел из, значит, правящей партии, только после этого, вы помните, его же и арестовали. А вот о том, почему такое возможно, мы поговорим после перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает Олег Кассин, управляющий партнер международной юридической компании «Кассин и партнеры», президент Кировского регионального общественного фонда поддержки, предпринимательства, содействия. Олег, до перерыва мы с вами начали говорить, точнее, вы сказали о том, что задержание Быкова стало возможным только после того, как он лишился всех своих должностей. А почему вы так считаете? Потому что задержание такого человека с такими регалиями, с такой должностью – это политическое решение. Это даже не правоохранители и не правосудие, это политическое решение. Он стал заметен уже просто в Москве. Слухи такие, что он компрометировал всю эту власть, которая и так уже скомпрометирована. Есть же и адекватные люди, и разумные, которые говорят, хватит, это уже чересчур. Именно на самом верху дана отмашка, что да, можно запустить материал дела в производство. Но при этом власти было выгоднее, чтобы он не занимал никакие посты, когда его берут, правильно? Ну ведь губернатора Белых взяли, когда он был губернатором, а здесь почему нет? Вы не путайте. Губернатор Белых был немножечко оппозиционен и имел некоторый иной взгляд на развитие страны, в том числе и политический. А Владимир Васильевич Быков – верный солдат партии. Он был в конве и всегда брал под козырек. Вот по поводу репутации задетой, да, еще хочу вас спросить. Вы уже начали высказывать эту точку зрения. Опять хочу Дмитрия Русских вам... А в этот раз Дмитрия Русских, в тот раз был Денис Ерохин. В этот раз Дмитрий Русских, который тоже очень любит разными интересными метафорами говорить, в том числе в нашем эфире, он сказал, что предварительное увольнение Быкова можно сравнить с зонтом, раскрытым в сильный ливень. Все равно не спасет. Безусловно. Ну все же еще никто не забыл, кто такой Быков. Если бы это было сделано через пару-тройку лет, ну да, может быть, часть населения забыла, кто такой Быков. Но это вопрос недель и месяцев, но не вопрос лет. Поэтому все прекрасно помнят, кто такой господин Быков. И репутация, на ваш взгляд, задета в любом случае? Серьезно подорвана. Как репутация муниципальной власти, да, муниципального самоуправления, если быть точными. Так, а репутация региональной власти, ну и федеральной власти в не меньшей степени. Потому что мы все прекрасно знаем, несмотря на то, что российская федерация, по факту, ну, на федерацию это слабо похоже. Все решения, в том числе управленческие, кадровые, на более или менее значимые должности, они все происходят из Москвы, из центра. Они принимают и обратное решение о снятии. Вот по поводу задетой муниципальной репутации, а по поводу вообще работы системы муниципальной власти, в том числе работы мупов, еще раз Дениса Ерохина хочу вспомнить, который в нашем эфире сказал о том, что вот не скоро теперь эта работа, нормальная работа будет налажена. Потому что вот то, что мы видим, там, на взгляд Ерохина, и не только в тех мупах, которые сейчас фигурируют в уголовных делах, а которые еще появятся на горизонте. Работа вот настолько была настроена на то, чтобы воровать деньги, там, совершать махинации с деньгами, что еще не скоро удастся эту работу привести в нормальное русло. Вот вы согласны с этим? Просто еще за эфиром мы с вами говорили о том, что вообще в нашей стране все очень медленно происходит. Да это в любой системе все очень медленно происходит. Если есть система, тем более такая большая, как муниципальное самоуправление, даже пусть в масштабах не такого большого города, как Киров, она достаточно медленно меняет направление своего движения. И уж вот так ее за 10 лет настроили, чтобы извлекать какие-то дополнительные дешефты в какие-то определенные карманы, но она не скоро точно перестроится. Ведь тут надо понимать, что воспитанная целая плеяда кадров муниципальных служащих, которые никак по-другому и не привыкли, и не могут теперь уже работать. Ну, пойдите, воспитайте там других чиновников. Это же процесс не одного дня. Это будет длиться достаточно долго, может быть, не один год. Но то, что нужно разворачивать в обратную сторону, придавать обратный тренд на то, чтобы муниципальная власть работала для горожан, для города, ну, это определенно, сколько бы это силы ни заняло, и времени в том числе. Но этим нужно начать заниматься. Но, к сожалению, даже сегодня мы этого не видим. Почему вы так считаете? Ну, потому что, опять же, никто руководство города не выбирал, их всех назначили. Решений, которые бы повлекли за собой рост экономики, рост инвестиционной привлекательности, да просто удобство для жителей города Кирова, если мы сейчас про город Киров, да, ну, мы точно так же можем сказать и про область. Этого нет. Тенденции такой нет. Решений, которые бы повлекли за собой улучшение жизни горожан, их не принимается. Либо, по крайней мере, мы об этом не знаем, что маловероятно. То есть вы делаете вывод, что раз решение не принимается, это значит и работа власти не перестроена. Ну, конечно. Мы это видим и на примере в том числе кадровой чехарды, которая сейчас происходит в муниципальной власти. Я имею в виду про и муниципальных служащих, имею в виду и про руководителей муниципальных предприятий. Каждый год новый руководитель. Ну, что это такое? Это ж просто безобразие. Как же так делать город более привлекательным, если каждый год меняется руководитель? А иногда еще и чаще. И зависит это от циклов освоения, соответственно, бюджета или каких-то там федеральных либо региональных дотаций. Это ненормально. Это наталкивает на мысли, как минимум. На мысли на какую? Что, в общем-то, весь процесс, который был выстроен за 10 лет, там поменялись только имена и фамилии. А система извлечения прибыли, в том числе и криминальных, возможно, осталась прежней. А люди уходят почему? Потому что не могут в этой системе работать? А все просто. Дабы избежать наказания. Но наказание будет каждому. Это в любом случае. Но тут вот пример нам и Белых, и Быкова, они четко показывают, что за все свои ошибки приходится платить, так или иначе, той или иной ценой. Я правильно услышала? То есть в этой смене постоянных кадров вы видите даже в какой-то степени криминальный подтекст, а не только то, что люди не справляются со своей работой? А я другого и не вижу. Зачем они приходят на эту должность, если они точно знают, что они с этой работой не справятся? Попробовать? Ну, знайте. Экспериментируйте вон на кошках. Как в том фильме, помните? По поводу смены кадров я хотела задать вам вопрос. Вот по поводу одного частного направления. Это инвестиции, привлечение инвестиций в Киров. Тоже уже сколько чиновников пытались этим заняться. Карпинский, потом Липунова, по-моему, которая приходила управлять муниципальным имуществом, тоже была за это ответственна. Но ни один из них не показал какого-то реального результата работы, и ни один из них долго не задержался. Вот кроме того криминального подтекста, о котором вы говорите, есть еще какая-то причина в этом? Киров не привлекателен для инвесторов, или его просто, не знаю, власть не может сделать привлекательным? И вещи эти взаимонеисключающие. Если власть не может сформулировать какую-то внятную инвестиционную программу, что такое инвестиционная программа? Это правила игры для инвесторов, которые сюда готовы вложить деньги. То есть инвесторы и внутренние есть такие, и внешние тоже есть такие. Обозначьте правила игры. Никто не может это сделать. Вы говорили результаты. Так, там даже программу-то, по-моему, до сих пор никто не сделает. То есть они уходят, не доделав эту программу. Конечно, но зарплату получают. Вот, соответственно, тут ведь история какая. Есть еще и объективные вещи. Если инвестиционный климат в Российской Федерации ниже среднего, а Кировская область, в принципе, ниже среднего, ближе к хвосту, там в рейтинге регионов, ну так о какой тут инвестиционной привлекательности идти может речь? Ну нет, у нас столько здесь денег в территории, чтобы заинтересовать инвестора. А выход какой из этого? Начинать все-таки работать. Работать, сотрудничать с профессионалами, прислушиваться, обзаводиться своими местными кадрами, которые здесь живут и, выходя из подъезда, могут выслушать о себе много лестных и нелестных слов, и которые знают, что они здесь жили, здесь их мама, папа жили, и их дети тоже будут здесь жить, и поэтому нам вообще-то стыдно делать плохо. Вот это же самый такой большой мотив. Не деньги, а ответственность. Любовь, ну, может быть, высокопарно, там, любовь к своей земле, к своей родине, к малой, к своим людям, которые живут на этой земле. А если ты приехал там три месяца назад в этот регион, ну, условно говоря, там, да, предположим, ну, что ты можешь успеть? Посмотреть, какими обоями обклеен твой кабинет, их изучить. Ну, хорошо. Но этого явно мало. У нас времени мало остается, поэтому будем все темы, которые мне хотелось обсудить, потихоньку затрагивать. Вот интересно, к вопросу о инвестициях подходят еще два вопроса, которые я хочу вам задать. Один из них вот какой. Недавно было обсуждение стратегии развития города Кирова до 2035 года, и там была высказана мысль о том, что низкие зарплаты, которые есть в Кирове, а вот дальше мы о них поговорим, это хорошо, и это, в общем-то, плюс как раз вот для привлечения инвесторов. Та вещь, которую можно инвесторам презентовать как плюс, потому что вы откроете у нас производство и будете, ну, совсем немножко тратить денег на зарплаты. Вот вы как считаете? Ну, слушайте, в отсутствии других плюсов, ну, хотя бы этот. Вот я как к этому отношусь. Ну, там много назвали, и там и удобное положение в качестве там железной дороги, да, и рядышком северные регионы, еще какие-то вещи. Ну, да, и у нас есть аэропорт. Да, это тоже хорошо. Вы понимаете, да, ну, мы вот в рамках данной концепции, вот вы сейчас сказали, я так думаю, что мы вот примерно так же работаем. У нас основные интеллектуальные в компании, в международной юридической компании, значит, у нас основные интеллектуальные ресурсы сосредоточены здесь, да, потому что здесь есть филиал большого, крупного там вуза, вот. Но у нас есть и отделение в Коми-Республике, в Сыктывкаре, там народ побогаче. Да, и у нас вот в Регенсбурге есть отделение в Баварии, в Германии, потому что там тоже народ побогаче. Но люди, юристы, там, исполнители, они работают здесь. Потому что здесь ниже зарплаты. Потому что здесь ниже зарплаты и больше кадров. Мы, наверное, тоже следуем вот этой логике, но это, я вас уверяю, как бы не самый лучший момент, потому что покупательская способность населения, она для нас гораздо важнее, чем дешевые кадры. Мы готовы, мы предприниматели, готовы платить людям больше и все это делать в белую, и отчислять соответствующие налоги, да, и пополнять бюджет. Мы все это прекрасно понимаем. Мы социально ответственный бизнес. Но мы не можем развиваться теми темпами, которые нам диктует время, потому что здесь наш товар, нашу услугу, я сейчас прошу прощения от всех предпринимателей, мало кто может себе позволить. Мы делаем качественно. Поэтому мало кто себе здесь это может позволить. Хотя потребность есть у многих людей. Если бы вы могли больше продавать своих услуг, соответственно, вы могли бы больше платить своим сотрудникам. Безусловно, прямая зависимость. И бюджет бы получал больше. Еще по поводу зарплаты. Это новость, которая накануне появилась. Зарплаты больше 100 тысяч рублей имеют только 1% кировчан. В целом по России это 7%. При этом в Кировской области до 15 тысяч рублей получают 20% жителей. Вот такие цифры, на ваш взгляд, о чем говорят? И вот еще интересно просто, это уже вторая часть вопроса, среди этих 20% как много тех, кто серую зарплату получает? Так я думаю, что и среди того 1% есть много людей, которые серую зарплату получают. Они, наверное, могли бы декларировать и побольше. И среди тех, кто получает 20%, меньше 15 тысяч, действительно, есть доля и серых зарплат. Не берусь прогнозировать, какая. Мне кажется, значительная. Но хотя для Кирова и Кировской области 15 тысяч рублей заработная плата, но это вполне адекватно. Я бы сказал, в среднем. Ну вот среднюю зарплату называют это исследование, неофициальное исследование, вот, среднюю зарплату там называют 23 тысяч в Кировской области, при этом Кировстат нам дает 29. Ну ни в те, ни в другие цифры я не верю. Я думаю, что это немножко завышенная цифра, а она ниже зарплаты средней. Мне так кажется. Я не проводил исследования, это мое субъективное мнение. Мне так кажется. И вам кажется нормальным, что люди в Кировской области, 20% кировчан, получают 15 тысяч рублей. Это в соответствии с нашим экономическим положением это адекватно. Но это ненормально с точки зрения обеспечения там своего уровня жизни. Это, извините, за чертой бедности. Это нищета практически. Это вынуждено. Но это правда. Давайте себе в этом признаемся. И чем раньше мы это сделаем, тем скорее и более качественно мы приступим к возрождению экономики, в том числе и Вятского края. Треть или даже больше третий порой из этой суммы, из 15 тысяч, кировчане вынуждены отдавать за услуги ЖКХ. И вот к этому вопросу вернемся с вами после рекламы. Особое мнение на 101FM. Да, это действительно программа. Особое мнение веду ее сегодня. Я, Мария Кожевникова, а напротив меня управляющий партнер международной юридической компании «Кассины партнеры», президент Кировского регионального общественного фонда поддержки предпринимателей и содействия Олег Кассин. Олег, ну, закончили мы разговор на низких зарплатах кировчан и том, что, ну, прям, значительную, очень хорошую сумму своих доходов кировчане вынуждены платить за услуги ЖКХ. И одна из этих услуг, наверное, можно так сказать, это капремонт и платежи в фонд капремонта. И вот начну с того, что на данный момент в этом фонде накопилось на его счетах уже 3 миллиарда рублей практически, неосвоенных денег. Планы не выполняются каждый год. Кировчане задают вопросы, почему наши деньги лежат на счетах, а мы подставляем тазики под протекающие крыши. Задаются этими вопросами депутаты. И вот представители «Справедливой России», в частности, Альберт Бекалюк, это депутат Гордумы, хочет на завтрашнем заседании вынести вопрос о том, чтобы на год приостановить полностью, то есть полностью не заморозить рост, а полностью убрать платежи за капремонт. Вот как вы считаете, насколько эта идея, во-первых, правильная, во-вторых, реальная для воплощения? Вот, знаете, мы за октябрь месяц в компании провели 1900 консультаций для жителей города Кирова. И многие люди жалуются как раз-таки на сферу ЖКХ, на жилищные проблемы, в том числе и на капремонт. Как человек, я, конечно, Альберта прям поддерживаю и желаю успехов на этом нелегком поприще. Но как юрист, я думаю, что инициатива эта не пройдет. И, наверное, это все-таки неправильно. Если принят закон, то он должен действовать. Он не совсем был подготовлен и не совсем вовремя, значит, вступил в силу. И неправильно реализовывается. Это да. Но закон есть закон. Вопрос пересмотрения вообще системы функционирования фонда, наверное, здесь должен подниматься. Абсолютно верно. Вопрос нужно рассматривать и пересматривать в корне. В корне. И, конечно, этот платеж, капремонт, это же новый налог. Я понимаю, конечно, наша власть там действует в концепции. Люди, новая нефть, но сколько можно? И терпению когда-нибудь придет конец. Так нельзя с людьми. Мы все в некотором смысле становимся заложниками вот таких неправильных законов. Мы платим за ЖКХ безумно дорого, безумно много. И это бы еще ничего. Но мы же в ответ не получаем практически никаких услуг, а одну лишь видимость. И вот то, что там, извиняюсь, зависло несколько миллиардов рублей и не исполняются обязательства государства, региона и муниципалитета. Это безобразие. Вот это тоже повод для внимания правоохранительных органов. Но всех, конечно, мы не пересадим. Это точно. Но и стремиться к этому не нужно. Нужно изменять систему. Нужно по-новому взглянуть на отношения в сфере ЖКХ. Развернуться лицом к людям. Не драть с них деньги, а сначала дать услугу, а уже потом, может быть, когда-нибудь попросить за это деньги. То есть сначала стулья, потом деньги. Никак иначе. И в этом отношении Альберт Бекалюк делает хотя бы правильную попытку. Об этом хотя бы нужно начать говорить. Вряд ли это будет реализовано, скажем так, фактически. Но начало разговора уже положено, и это уже хорошо. А вот смотрите, Олег, да, вы говорите, что правильная попытка и благое дело, но только сказать об этом. А если сказать так, чтобы это прошло? Ну, то есть, если мы изначально понимаем, что не пройдет это. Ну, вот мы сейчас... Много причин. Вот у нас сейчас был эфир, мы уже с коллегами это обсудили, за кадром, так скажем. Много причин, почему это может не пройти. Вы сейчас сказали, это законодательство, да, которое обязывает нас платить. Там, во-вторых, ну, например, выборы 2021 года, да, когда, если мы год не беря с людей деньги, потом в 2021 году вдруг снова начнем брать, что о нас скажут люди, да, о власти? Ну, опять же, готовимся к выборам. Ну, вот и все. Вот. То есть, может быть, по-другому надо этот вопрос подать, чтобы он прошел? Может быть, не совсем убрать? Давайте снизим? Или еще как-то? Или же нет? Я думаю, это ни в каком виде просто не пройдет. Ну, извините, мой пессимизм, ну, вот в данном случае это начало разговора. Вот сейчас это ни в каком виде просто не пройдет. Почему? По одной простой причине, потому что у нас голосовать за эту инициативу некого. У нас большинство представляет вполне определенная партия, которая вполне определенным образом и голосует, которая и назначает это уже директор там фонда капремонта, которая контролирует все вокруг. Начало разговора, которое должно привести к позитивным изменениям в целом в системе ЖКХ. Это, да, это замечательно. И тут каждый на своем месте должен сделать все, что от него зависит. Это я повторяю на каждой планерке своим людям, но тем не менее. Вот вы, журналисты, говорите об этом, не замалчивайте тему, ну, что мне вас учить? Мы, юристы, соответственно, будем подавать иски на некачественное наказание услуг там этим же фондом капремонта, если будут обращения. Депутаты должны раз за разом поднимать эту тему, пытаться, я про настоящих депутатов, пытаться эту инициативу продавить. Пусть безуспешно, но об этом нужно говорить. И когда-нибудь это все равно случится. пусть там не в 20-м году, может быть, в 21-м, может быть, в 22-м. Ну, как будем активность свою проявлять. Зацепилась за вашу фразу, просто хочу к ней вернуться и уточнить. Вы сказали, что нам не предоставляются практически никакие услуги, да, нормально не предоставляются, вот кроме там капремонта, да, который не делается вовремя. Что вы имеете в виду? Все, что угодно, начиная от теплоснабжения, водоснабжения. А что вы имеете в виду? Вот я сейчас потрогаю батареи, они теплые. Это вам кажется. Может быть, они недостаточно нормативно теплые. Но вы же помните, как сотни домов в начале отопительного сезона просто стояли и замерзали. Это же всем известно. А если вы отъедете от города Кирова, так в районах вообще бардак. По-моему, там в некоторых районах до сих пор котельные там что-то пытаются как-то реанимировать. Это же ненормально. А ведь за это, за все гигантские деньги, особенно в районах, платят. Потому что там не газом топят. И у них нет ТЭЦ. То есть все то, к чему мы привыкли и начали называть это нормальным, на самом деле, это не так, как должно быть. Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Мы просто к этому привыкли. Обозначен срок. Мы просто другого не знаем. Нам не с чем сравнить. И вот если бы люди у нас получали опять же, возвращаясь к нашей теме, если бы люди у нас немножко были посостоятельнее, они могли бы выехать там за пределы нашей замечательной Родины и сравнить. В общем, как-то это делается в Европе, как это делается здесь, в России. И тогда, возможно, им бы не захотелось пропускать там выборы очередные. Они, возможно, пришли бы на них и проголосовали бы там не только сердцем, но еще бы и МОЗ включили. Наверное, так. Осталось всего три минуты, поэтому быстренько перейду к другой теме. И раз уж вы произнесли фразу о выезде за границу, то тогда вопрос о Кировском аэропорте вам задам. Выберу из всех, что остались незаданными, именно его. Игорь Васильев, наш губернатор, сказал о том, что власть всерьез задумывается о том, чтобы открыть для кировчан возможность прямых полетов в Турцию. Там, правда, вообще нет отопления, особенно на побережье. И в Грецию. Как, на ваш взгляд, хорошая идея? Это замечательная идея. Побольше бы таких инициатив. Главное, чтобы последовали, соответственно, и действия. Я, конечно, не думаю, что у нас из Кировской области были бы эти полеты окупаемы, но не так много летает. Население очень бедное. Там львинная доля не то, что на путешествия, на еду и на ЖКХ. Кто полетит-то? Хочется задать вопрос. Но в парадигме сегодняшней как раз-таки логики власти повыбивать денег из федерального бюджета, ну, наверное, нормально. Под таким предлогом. Лишь бы не разворовали. То есть делать, но на федеральный день. Конечно, не на свои же. И еще один вопрос. Новый год ведь скоро. 31 декабря рабочий день. Это вторник. В Госдуме уже вопрос обсуждается, сделать его выходным. Но и работодатель может сам принять такое решение. И вот власти приняли решение сделать 31 декабря, в частности, для чиновников, ну и, как я понимаю, для бюджетников, всех, кто связан, да, с бюджетными деньгами. Выходным днем. Вот вы как считаете, правильно? И, во-первых, правильно ли чиновников? И вторая часть вопроса, а вы как считаете, сделаете ли вы своим подчиненным в этот день выходной? Ну, мы занимаемся бизнесом, предпринимательством. Наша основная цель не только помогать людям, но еще зарабатывать себе на жизнь. Поэтому все зависит от обстоятельств. Скорее всего, 31 числа мы, наверное, будем отдыхать. Просто потому, что и суды не работают, и как-то и государственные компании, там, и конторы, все они будут закрыты. А со стороны чиновников? Вот они точно не переработали. Пусть бы там на рабочем месте посидели, подумали о жизни, поработали бы. Может быть, что-то бы изменили за этот день к лучшему. Вот на этой ноте мы закончим нашу программу, только потому, что у нас больше нет времени. Спасибо вам, Олег, большое. Доброго дня и доброго дня нашим слушателям. До свидания.